Гробы за 120 тысяч рублей и работу лучшей похоронной бригады увидели южноуральцы. В Челябинске проходит форум-выставка «Некрополь Урал-2017». На нее съехались ритуальные агентства всей страны. Показывают, как провести вип-похороны. Необычные и дорогие экспонаты рассмотрел Иван Лежнин. Похоронные организации из 24 регионов страны собрались в Челябинске на выставку «Некрополь Урал». Здесь как компании, занимающиеся изготовлением погребальной атрибутики, так и организации, предоставляющие ритуальные услуги. К слову, все экспонаты, представленные на выставке, можно купить здесь и сейчас. К примеру, за подобные скульптуры нужно будет отдать от 100 до 250 тысяч рублей. Все зависит от размера сложности работы и типа материала. Всего же можно выбрать более чем из 50 типов камня. Также здесь можно увидеть технологию гравировки на камне. Она бывает двух типов – лазерная и ударная. Преимущество у лазерной гравировки идет качество. И скорость. Плюс, как бонус, это себестоимость гравировки. Себестоимость одного портрета. Вот мы можем рассмотреть на выставленном демонстрационном образце Эйнштейна. Гравировка производилась в течение 35 минут. В свою очередь, на ударной головке может пройти времени от 3 часов до 6. На выставке можно найти все, что нужно, как для самого ритуала погребения, так и для изготовления этой атрибутики. Как говорят сами ритуальщики, от производства до витрины. Здесь и диски для резки и полировки камня, и одежда для усопших, памятники, оградки всех цветов и размеров. И, конечно же, главный элемент этого ритуала – гроб. Их ценовая категория существенно разнится. За гроб эконом-класса надо будет отдать около 5000 рублей. Он сделан из прессованных опилок. Верхнего ценового предела практически нет. За гроб VIP-класса, сделанного из кедра ручной работы, придется выложить кругленькую сумму – больше 100 тысяч рублей. Этот гроб изготавливается наподобие, как скульптор паяет скульптуру. То есть резчик берет заготовки деревянные, наращивает их в определенных местах и начинает вырезать его как скульптуру. Работает он с этим гробом около трех месяцев. Буквально через пару минут начнется контур с профессионального мастерства «Лучшая бригада похоронного обслуживания». В нем будут принимать участие пять бригад из Челябинска и Магнитогорска. Будет разыгрываться идеальный сценарий проведения VIP-похорон. Проведение таких конкурсов очень важно, так как не всегда соблюдается элементарно этикет на похоронах. Когда хоронят высокопоставленных чиновников, то мы видим на экране чудовищные ошибки, которые совершаются. Даже в оформлении траурного портрета. Они не знают, где разместить черную ленту, где на портрете должен быть триколор. Конкурс похоронных бригад проходит в два этапа. Сначала теоретически. Участники отвечают на вопросы, как правильно оформляется ритуальный зал. С какой стороны должен располагаться флаг, с какой герб, где должна быть расположена фотография усопшего. Затем практическая часть. Вынос гроба из катафалка, пронос гроба на плече. Как бригады должны находиться, как они не должны стоять в траурном зале. Затем выставят гроб на синдуматор и символично гроб опущется в могилу. По итогам соревнований лучших наградят дипломами и денежными призами. За третье место 10 тысяч рублей, за второе 15, за первое 25 тысяч рублей. Но самое главное, люди, увидев уровень подготовки и компетенции той или иной похоронной организации, будут обращаться именно к ним для проведения похорон на самом высоком уровне. Иван Лежнин, Павел Головин, ОТВ